Всем привет! Хотим вам показать наше небольшое обновление. Что мы имеем? Это стенд для проверки бензиновых форсунок, в том числе прямого впрыска GDI и форсунок низкого давления MPI. Вот такое вот обновление приобрели, уже проверяли. Довольно-таки интересный этот стенд. Проверяет на утечку, проверяет на производительность, также очищает их при проверке специальной жидкостью. Три вида жидкости проверочная, для очистки и ультразвуковая. Пробовали, у нас было 4 форсунки прямого впрыска GDI. Одна из них отставала по параметрам, по производительности. Наверное, часа за 3-3,5 мы смогли ее привести в чувство, и они стали ровно все одинаковой производительности. По-моему, там 550 кубиков у них производительность, точно не скажу. Ну, короче, тема рабочая, действенная. Проверили на своих форсунках лично. Если у кого есть желание, можете звонить, обращаться. Диагностика, проверка форсунок. Плюс-минус, в рамках какой стоимости? Плюс-минус по стоимости, по диагностике, как и везде, наверное, как и у всех, 1000 рублей за форсунку. А промывка, а 2500 рублей за штуку, в зависимости от цикла промывки, от времени ее оживления. Ну, все мы понимаем, что стопроцентной гарантии на оживление, увы, тут дать невозможно. Все-таки форсунки, они не новые. Ну, как минимум, производительность их улучшается после неких манипуляций. Такая же с ней и шла ультразвуковая ванна специально для 8 форсунок одновременно. Ну, хотя стенд рассчитан для 6. Видите, 6 колб. Да, в общем-то, все. Старый добрый стенд для дизельных форс. Юра проверяет. Рампу? Рампа. А, рампа. Понимал, главное рампа у нас. Какая-то, как бы, тут тюнинг, да? Угу. Мало, мало его улучшения. Здесь мишень занимается ремонтом коробок. Коробка разобрана. Это Santa Fe 2,4. Пинается при переключении, при включении D. Разобрали, дефектуем. Гидроблок уехал на диагностику. Пойдемте дальше, покажем вам, что у нас есть. Ноябрь, скажем, месяц у нас не прям ажиотажный, так как летом. Ну, тем не менее, есть что поделать. Киосит, ремонт ходовой части. В работе здесь соленблоки задних рычагов, подпружинных рычагов, верхних рычагов, поперечных. Продольные рычаги у нас тут ослывившиеся, оторванные. Ну, конечно, плановый ремонт ходовой. А здесь Sorento. Sorento XM 2,4 бензин тоже. Здесь у нас Константин занимает. Смотри, какой комплект тормозов, обслуживание. Масло в двигателе меняем. И полностью замена тормозных дисков, колодок, передних, задних. С обслуживанием суппортов, замена ремкомплекта. Sooo готов. Осталось заменить лампы стоп-сигналов. И будем выдавать. Далее, далее, далее. Тут дальше будет чуть поинтереснее. Но здесь плановое ТО. Михаил занимается. Ничего необычного. Здесь диагноз Санта-Фе. Здесь Дмитрий Вечный, какими-то такими, в кавычках, веселыми работами занимается. И мы всегда достается что-то необычное. Тут у нас замена комплекта КРМ 2,2 дизель. Замена прокладки постели, рассыпляет валов. Прокладка в пуск, очистка в пуск. Не будем Дмитрия отвлекать. Большое развернутое ТО для дизеля, да? Да-да, так обслуживание. Вроде бы... Да, вроде бы все штатно. Но вроде бы и не все так просто. Здесь у нас ремонт ходовой части. Человек впервые к нам по рекомендации приехал. Своего товарища. Все понравилось. Андрей ему все подробно, доступно рассказал. Он просто в восторге от диагностики. Оставил, сказал, все делаем, все что нужно. Не задерживая, не отвлекая. И уехал домой, ждет звонка по готовности. Видите, как будто автомобиль долго стоял. Немного. Все в коррозии. Подрамник мало осетенил. Но также ниша пола. Досталось и пизон, да? Ну, страшного такого ничьи нет. Наш рабочая лошадка, это пижа-партнер. Кстати, Николай, он у нас раньше работал на французах. Наш новый механик. Не изменяя традициям, ремонтирует в кавычках французов наш автомобиль. Куда же без этого? Во дворе. Что мы имеем во дворе? Так, а, во дворе. Есть такой на заднем дворе. Владелец ищет двигатель, был карнивал. Тут история. История долгая, интересная. Здесь умирала экология. Неоднократно была рекомендация по удалению экологии. Сажевый фильтр показывал 35 грамм сажи. Уже писал ограничения эксплуатации, аварийные режимы включал по производительности. Пренебрегали всем этим. И вот смотрите, к чему привело. Смотрите, сейчас откроем капот. Сейчас откроем капот. И, ну вот, собственно, и результат. А проблема в том, что масло перегрелось, закоксовалось. Из-за того, что сажевый расплавлен, выхлопу некуда было выйти. Грелся двигатель, грелось масло, закосовало маслоприемник. Провернуло на третьей шейке коренной вкладыш. Ну и, собственно, блок все. В металл. Либо замена шортблока, либо, 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 либо замена двигателя. Мероприятие небюджетное. С точки зрения, если замены шортблока приблизительно прочитали, там запчастей плюс-минус в районе 900 тысяч выходит. Из которых шортблок 630, по-моему, тысяч. Ну, шортблок имеется в виду, это не из двигателя, это поршневая. В сборе с коленвалом, с шатунами, с вкладышами. То есть, короткий двигатель, другими словами. Приняли решение, ищет владелец бушку. Будет привозить, будем диагностировать, смотреть. Слушай, там бушка, да, 300 плюс-минус стоит 300-350. Все понимают, что это кот в мешке. Но, тем не менее. БМБЛ в дальнем углу. Клиент ищет блок управления двигателем. Есть на них проблема. Автомобиль с люком. Забиваются дренажи люка и заливают пол в салоне. А в ногах пассажира, спереди, справа, установлен блок управления двигателем. Этот блок залило водой. Он окислился, пины сгнили. Собственно, все. Автомобиль превратился в припаркованный кирпич, да, нетранспортабельный. Grand Starx, это Европятый полный привод. 2014 год, он готов. Ремонт форсунок был трех. Произведен тест-драйв сделан, все хорошо. Была проблема еще с плохим запуском мороза. Но, в принципе, все это уже вылечили, решили. Там проблема в форсунках была. Здесь у нас многострадальный. Он уже неоднократно посещал наши все, наверное, филиалы. Ремонт ГБЦ. Ремонт ГБЦ. В прошлом году ремонт ГБЦ также производился. Но, ну, был небольшой перегрев. Ну, соответственно, плоскость немного исказилась. Практически десятки было искажений. Отфрезеровали, все в порядке. Ждем Егора, механика приступит к сборке. Старый добрый 2,4 бензин. Застучал. Ну, тут все вовремя, скажем так, разобрали. Сняли двигатель. Обошлось все заменой насоса, полировкой коленвала, заменой вкладышей. Ну, и все элементы разового монтажа. Ну, также заменой ГРМ. Здесь у нас 8,24 ремонт коробки. Вы его видели в коробку, точнее, от него в разобранном виде. 6,9,7 евро, 5, тоже ремонт ГБЦ. Не греет отопитель салона. Была жалоба сделать диагностику. Воздушится система. Ты, собственно, воздушится система из-за попадания туда газов выхлопной системы с камерой сгорания. В процессе ремонта, в общем-то, и все. А, вот еще старый добрый Матрикс. На него запчастей, к сожалению, по наличию уже мало кто на складах хранит. Но, тем не менее, они существуют. Заказаны, ждем. Там амортизаторы нам нужны, опоры. Такое, что-то плановое по мелочи. Но из-за редкости уже на данный момент этих автомобилей, запчасти, на них, в принципе, продажи свободные отсутствуют. У поставщиков на складах, ну, в общем-то, есть. Поэтому пока чиним, пока есть. Все, были рассказать вам нечего. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Продолжение следует...